И предоставим слово нашему докладчику, последнему на этом заседании, Павлу Федоровичу Успеновскому. Павел Федорович, вы тут? Я тут, но у нас только совместный доклад с Андреем Сергеевичем. Ну да, извините. Но кто будет говорить? Оба. Оба? Ну тогда извините, хорошо. Приглашаю вас обоих. Спасибо, спасибо большое. Начну я. Мы будем меняться иногда. 31 марта 2022 года известная переводчица и исследовательница литературы Любовь Сум вышла на Пушкинскую площадь с плакатом, на котором были приведены хрестоматийные строки о слезах матерей из стихотворения Некрасова «Внимая ужасом войны». Сум быстро была задержана, на нее составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. В протоколе, вопреки здравому смыслу, утверждалось, что стихи Некрасова, наряду с севастопольскими рассказами Льва Толстого, цитирую, протокол в данном случае, содержит идеологию свержения власти, критику правящего режима за оправдание насилия. Конец цитаты. Показательно, что Сум выразила свою этическую позицию с помощью стихов Некрасова, написанных больше 150 лет назад. В русском поэтическом каноне не так много антивоенных стихов, звучание которых, казалось бы, столь современно. «Внимая ужасом войны» одно из таких стихотворений. Впервые опубликованное в «Современнике» в 1856 году, в начале года, оно перепечатывалось во всех прижизненных изданиях Некрасова. Стихотворение быстро стало популярным и вошло в гимназические программы. Длинная история бытования этих стихов свидетельствует, что они укоренены в литературном каноне и до сих пор выражают важную для него идею. Сформулировать ее способен всякий. Неизбывное горе матерей, узнавших о гибели своих сыновей на войне, настолько страшно и абсолютно, что любое оправдание войны становится невозможным. Война – это только трагедия. Текст отсекает все возможные оправдания войны и наполняет читателя ужасом, болью и состраданием. По сути, антивоенными эти стихи являются потому, что предлагают читателю не сбалансированный абрес конфликта, нерациональное описание целей, планов и издержек боевых действий. Словом, не осуждают войну прямо, а зарождают чистым гуманистическим аффектом. Эмоциональная очевидность стихотворения как будто препятствует рассмотрению текста в историко-литературной перспективе. Однако мы убеждены, что место в каноне «Внимая ужасом войны» получило не только за счет однозначной патетики, но и за счет ряда новаций в истории поэзии. Стихи заполнили очень важную дискурсивную лакуну, а также ввели в русскую поэзию нового субъекта, гуманного субъекта военного времени, ставшего впоследствии модельным для многих поколений читателей. Новаторское «я» возникло за счет реконфигурации литературной традиции и подрыва практик восприятия войны. Сразу отметим, что язык стихов Некрасова очень литературен и строится на ряде клишированных поэтических образов. «Ужасы войны», «Кровавая нива», «Традиционно обыгрываемая плохучая ива», «Топос плачущей матери». В тексте также слышны отзвуки Лермонтовского завещания, некоторые мотивы которого как будто меняют у Некрасова акценты и пропорции. Ну, там есть друг, способный легко утешиться, жена или возлюбленная, родители. Эту линию лексической преемственности можно аргументировать подробнее, однако нас с автором интересуют новации Некрасова на более глубоких уровнях. К моменту создания «Внимая ужасом войны» существовало несколько типов поэтических дискурсов о войне, состоящих как из канонизированных стихотворений, так и из текущей словесности, реагирующей на крымскую кампанию. Сразу отметим, что за рамками нашего рассуждения остается низовая словесность, они, можно сказать, отдельно, а о высокой словесности отчетливо выделяется несколько дискурсивных доминантов, которые в конкретных произведениях могут комбинироваться и взаимодействовать. Эти тенденции можно изобразить в виде таблицы, она представлена на слайде, которая, подчеркнем, только картографирует дискурсивные возможности, они предлагают исчерпывающую классификацию всех текстов. Критерии – это таблицы простые. Мы сразу оговорим, что мы опирали снаряд исследований о поэзии Крымской войны и исследовании о общественном мнении Крымской войны, но классификацию решили предложить несколько другую, нежели те типы, которые уделяют исследователи. Нас интересовало два критерия. С одной стороны, это прагматика текста, призывает ли этот текст к военному мобилизации или так или иначе критикует войну. А второй критерий – это позиция субъекта. Война осмысляется либо с перспективы ее непосредственного участника или свидетеля, либо с позиции внеоположенной военному пространству. И на основе этих критериев выделяются четыре ключевых дискурсивных типа. Конкретные произведения могут либо полностью располагаться внутри этих ячеек классификации, либо находиться на пересечении разных ячеек, дискурсов и комбинировать разные элементы. Сначала мы рассмотрим сейчас показательные некоторые, чистые случаи, двигаясь от группы к группе, но в одной из них, забегая вперед, как раз обратим внимание на эти дискурсивные наслои. К первой группе относятся стихи, авторы которых, оперируя абстрактными категориями, предлагают философские и геополитические обоснования правоты Российской империи и русской армии. В таких текстах война идет между несовместимыми цивилизациями – это католики православные, мусульмане и христиане, Запад и Русь и так далее. Автор всегда принадлежит к русской, к нашей общности, у которой есть особая историческая миссия, особый путь. Естественно, такая позиция смыкается с манславянской идеологией. Здесь очень характерны текст Достоевского в европейские события в 1954 году. И в целом эта идеология прекрасно адаптировала крымский миф. Россия встала на защиту истинного христианства от противоестественного союза, прогнившей в кавычках Европы и безбожной в кавычках Турции. Идея, что Запад предал Христа, позволяла представить предсостояние Европе как новый христовый поход, освященный божественным промыслом. Ну и в текстах этой группы, некоторые из них выведены на слайде, собственно говоря, так или иначе эти мифологемы разыгрываются. Вообще, это банальность, очевидно, надо проговорить, что, конечно, чаще всего такого рода мифологемы разыгрываются в текстах саванофилского толка. В целом, геополитический взгляд определяет поэтик в этой группе. Самой теме историософский словарь, который опирается на философские обоснования нации Гердера до Чаадаева и саванофилов, неизбежно присущ высокий торжественный стиль, восходящий к классистическим образцам. Ну, конечно, через посредников, в частности, через посредничество пушкинского клеветника в России. Субъект же оказывается вненаходим и смотрит на войну из идеальной точки наблюдения. И принципиально важно, что он не участвует в войне. И даже если возникает какая-то конкретная военная картинка, то разве что для иллюстрации глобального историософского тезиса. Речь, как правило, идет о высокой жертве. Солдаты умирают ради того, чтобы совершилось правое дело. Ну, понятно, что такой теплерик вообще не способен работать с персональными трагическими историями. Дискурс второго типа, который у нас назван участником войны, он конструктивно и стилистически противопоставлен предыдущему. Он исходит из принципиально другой точки зрения, другой позиции. Да, это позиция участника военных действий. Причем не столь важно, сочиняет такое статурение кадровый, военный или поэт склонный к ролевой лирике, говорящий от лица простого солдата. Такая субъектность препятствует отстраненному осмыслению войны в геополитических категориях. А если они возникают, то только в той мере, в которой они необходимы ратнику для мотивации собственных действий. На первый же план выходят частные конкретные ситуации, люди, попадающие в поле зрения говорящих. И внутри такого дискурса располагаются как удалые гусарские стихи Давыдова, так и классические ролевые произведения вроде Лермонтовского «Бородина» или «Завещание». В Крымскую войну, по-видимому, такой тип высказаний был не очень распространен, хотя я представлю. Например, стихотворение Вяземского «Песнь русского ратника» 1953 года. В нем путешествующий из Карсбада в Маринбад русский князь от лица простого солдата призывает к истреблению горделивых и нечестивых инозимцев. Подобные тексты подразумевают сопряживание читателей. В отличие от риторических построений, заражающих пафосом национальной избранности, текст из группы 2 рассчитан на то, что читатель идентифицируется с героем и разделит его эмоции. Вероятно, именно поэтому они написаны простым языком, то, что объект сочувствия находится с читателем в одном дискурсивном режиме, способствует появлению чувства солидарности. Важный для этих стихов прием заключается в том, что читатели, простите, видят персонажей героями, тогда как они не считают себя таковыми. Здесь хористоматийный пример Бородино, но ресурс этого приема хорошо почувствовал позже Ио Пухтин в стихотворении 1969 года «Солдатская песня о Севастополе» и Толстой в работе над образом капитана Тушек. В отличие от группы 1, моральная пресуппозиция таких стихов состоит в том, что настоящая война исключает умозрение. Она опасна, рутинна и связана с болью и смертью. В такой конструкции на первый план выходит категория опыта, и именно предоподобность свидетельского высказывания становится тем негласным условием, без которого такие стихи не могут быть успешны. Забегая немного вперед, укажем, что первый и второй дискурсы в равной мере вытесняют мирный тыл. Геополитик исключает его темпорально, как нечто несущественное, тогда как участник пространственного, поскольку здесь, на войне, эта мирная жизнь не дана в ощущениях. Они можно только вспоминать, но влияние войны на нее осмыслению не поддается. Более того, привлекательность мирной жизни связана как раз с тем, что она противопоставлена войне по всем мысленным параметрам. Следующий тип, пожалуй, самый невостребованный, это тип высказывания критика войны, исходящая из общей исторической перспективы и тоже в неположенной позиции. Следует помнить, что высказывания в таком ключе были небезопасны. Имперская цензура особенно тщательно следила за персональными нападками на представителей гражданской военной власти. Такие тексты, естественно, могли распространяться только нелегально, и для авторов это было сопряжено с высоким риском. Но самое главное, что такой критический дискурс вступал в резкое противоречие с доминирующим пониманием растянутого краха России в Крымской войне. Более-менее консенсусной была точка зрения, согласно которой русская армия проявила в Крыму чудеса стойкости, самоотверженности, героизма, а поражение парадоксальным образом стало триумфом русского духа. Такое коллективное восприятие блокировало критику солдат и военного начальства уже в моральном аспекте. И таким образом, третий дискурс критики властей и конкретной войны находился как бы под двойной цензурой. Лишь немногие авторы были готовы пойти против системы. Значимым исключением здесь является стихотворение Лаврова «Русскому народу», написано в 1954 году. Оно быстро распространилось в списках и вызвало близкую к истеричной реакции в жандарском ведомстве. Стихи Лаврова своей иронии подрывали героический пафос севастопольского мифа, прямо обвиняя николаевских генералов в некомпетентности. Один виноват в том, что цитата «Отступали мы от фортов Селестрии с потерей стыдом», другой цитата «Герой проигранных сражений», видимо, имеется в виду меньшиков, обвинялся в том, что цитата «Погубил наш флот». Обличительная сатиры Лаврова объясняла крымский провал как закономерный итог николаевского царствования с его системным угнетением гражданских свобод, патернализмом, коррупцией и непотизмом. Широкая панорама политического распада Николаевской России и хлесткие обобщения родниц стихи Лаврова с первым дискурсом, с дискурсом геополитическим, но словно выворачивают его наизнанку. Хотя Лавров как материалист не поднимается до уровня мессианских откровений, в своем обширном сочинении он, как и геополитики, апеллирует к переломным моментам российской истории, в которых ключевую роль сыграл проснувшийся народ, проявивший политическую субъектность и выступивший против угнетений. И в этом русскому народу сходно с первым дискурсом, поскольку призывает к мобилизации, но в данном случае революционно. И, похожим образом, устроены стихи Добролюбова, тоже достаточно известные, о которых у нас сейчас нет времени говорить. Наконец, последний чек классификации, гражданский наблюдатель, описывает свидетеля войны, отличного от свидетеля второй группы. Это гражданский наблюдатель, который не находится на поле боя, но при этом эмоционально вовлечен в ход военных действий. Из этих переживаний, как и в предыдущем классе, классе номер три, возникает осмысление войны как трагедии и катастрофы. И подобную дискурсу второму, подобную дискурсу как участнику войны, такой тип речи предполагает высказывание, исходящее из опыта. Однако, в отличие от военных поэтических свидетельств, само пространство этого опыта должно было быть противопоставлено пространству войны. Как это ни странно сейчас, лишь малое количество текстов полностью соотносились с параметрами такого дискурса. Ряд антивоенных по смыслу стихов обильно эксплуатировал приемы смежных речевых моделей. Так, например, стихотворение Плещеева после чтения газет дрейфует из четвертого дискурса в дискурс первый. Герой стихотворения после прочтения военных новостей в мирном тылу не восторгается рассказом о подвигах на поле грозной битвы, а вооружает словарем геополитиков, молится, цитата, что, позабыв вражду и ненависть свою, покорные Христа высокому учению, все племена слились в единую семью. Напротив, воинственно настроенный, да, это стихи отчасти соответствующие этому дискурсу, они как бы завоенны. На воинственно настроенный герой стихотворения «Утренний вздох» Федора Глинке мечтами залетал в далекий Крым, воображая кровавую сечу, в которой верный сын России проявляет необоримое мужество. Эти стихи ориентированы на патетику военного свидетельства из группы 2 и геополитическое обобщение. Но, тем не менее, эти стихи подчеркивали, что субъект не находится на поле боя среди ратников и только представляет грандиозные события. Об этом в экспозиции стихотворения очень подробно говорится, две страфы и с пяти типом посвящено. Еще в меньшей степени, но все же отчасти связано с таким типом дискурса, стихотворение «Полонского на Черном море» 1955 года. Эта наглядная картина невыносимых ужасов войны написана от лица простого солдата по модели Лермонтовского завещания. То есть в рамках предложенных классификаций соединяет антивоенную интенцию из четвертой группы и, с другой стороны, подключает субъектную модель группы 2, группы участников войны, потому что стихи разыгрывают именно военные свидетельства. В приведенных гибридных примерах не соблюдаются два необходимых условия для реализации чистого случая наблюдателя, гражданского свидетеля. Во-первых, неприятие войны, и, во-вторых, гражданское свидетельство ее катастрофического воздействия. Много промежуточных текстов не означает, что не было стихов, соответствующих дискурсивной доминанте. Ближе всего к ней, конечно, находится хрестоматинное стихотворение Тютчева «Вот от моря и до моря». Картина «Надвигающиеся катастрофы» – известно, что эти стихи реагируют на ожидания сдачи Севастополя – увидена путником, воспринимающим окружающий мир в пользу словами Гинзбурга «уликовой парадигмы». Знаки цивилизации, телеграф и природы, ворон, который сидит на проводах, воспринимается им как зловещее свидетельство неотвратимого краха. Оставляя в стороне геополитические воззрения Тютчева, поскольку они все-таки не проступают в этом тексте, обратим внимание на ряд осложняющих обстоятельств. Если эмоциональный строй стихотворения укладывается в тот самый четвертый класс, который мы сейчас описываем, поскольку тревога и страх – это все-таки чувства, не способствующие патриотической мобилизации, то фигура свидетеля остается здесь амбивалентной. Наблюдательная позиция путешественника не противопоставляет со всей отчетливости пространству войны и невойны. Более того, вся конструкция стихотворения стремится объединить оба топоса, расширив войну до места наблюдения, разместить субъекта как бы на поле боя и сделать его свидетелем катастрофы. Именно так, с нашей точки зрения, стихотворения приобретают черты типичного тютчевского пророчества. Мы считаем, что именно внимая ужасом войны, наиболее последовательно реализуют потенциал гражданского антивоенного свидетельства. С нашей точки зрения, стихи Некрасова сформировали ядро этого дискурсивного типа, что и предопределило их канонизацию. В самом деле, стихи Некрасова с небывалой прежде ясностью подчеркивали гражданский статус субъекта и из этой перспективы проводили четкую границу между военной и мирной жизнью. Герой внимает ужасом войны, но не находится в зоне военных действий. Более того, стихотворение обращалось к той же аудитории неравнодушных читателей, что и тексты других классов. Однако, принципиально видела в них не потенциальных солдат, которые гипотетически могут встать на защиту Христа или Исконной Руси, а гражданских лиц, занятых нашими лицемерными делами, пошлостью и прозой. Немая ужасом войны, таким образом очень точно очерчивала в инклюзивном мы свою мирную аудиторию. В отличие от текстов предыдущих групп, стихотворение Некрасова не призывало поразмышлять о философском смысле войны или представить конкретную солдатскую судьбу. Оно апеллировало к тому, что каждый гражданский может увидеть вокруг себя. В этой поэтической конструкции нам тоже видится новаторство. Теория эстетики часто делает акцент на том, что художественные тексты позволяют аудитории представить мыслимые события в новой конфигурации, а активизация воображения – цена сама по себе, поскольку дает читателю возможность представить, как еще бывает, и получить пусть и виртуальный, но все-таки вполне измеримый опыт. Об этом много написано, мы вкратце сошлемся на Явуса и на недавнюю книжку Ренсьера «Имассипированный зритель». Как кажется, стихи Некрасова диалектически соотносятся с этой идеей. Прежде всего, их внутренняя интенция в том, чтобы выключить воображение аудитории и заставить ее соотнести ситуацию с собственным опытом, пережить узнавание, не менее важное в классической эстетике понятия. Поскольку то, что на самом деле должно быть узнано, находится в зоне непосредственного наблюдения, достаточно лишь подсмотреть вслед за некрасовским субъектом. Но, конечно, одновременно текст Некрасова лишь имитировал классическое узнавание, поскольку заставлял перенастроить воображение читателя. Вместо далеких батальных сцен теперь им нужно было представить трагедию матерей, происходящую совсем рядом. Мы приходим к еще одному изобретению Некрасова. Хотя в тексте батальное пространство и пространство тыла намеренно противопоставлены, стихи фокусируются на том эффекте, который война оказывает на повседневную мирную жизнь. В отличие от моря и до моря, где разные пространства переплетались за счет пророческой позиции субъекта, предвидящего катастрофу, субъект, внимая ужасом войны, наблюдает трагическое взаимноложение военного и тылового измерений, не выходя за границы рутинной повседневности. Утрата близких – это трагический сигнал войны внутри нашего пространства, симптом эрозии мирной жизни, традиционно мыслящейся отдельно. Война разворачивается рядом, и попытки отклониться от нее, остаться безучастным зрителям, подлежат осуждению, как лицемерию и пошлость. Мными словами, раз война повсюду, не обязательно ехать в Севастополь, чтобы ее увидеть. Тихи Некрасовы таким образом открывали новый антропологический опыт свидетелей войны и закладывали основы модернного переживания боевых действий, поскольку наглядно заставляли осознать, что война – это не столько череда военных операций, сколько гуманитарный кризис небывалого масштаба. Но это не конец. Андрей Сергеевич, не слышно. Прошу прощения. Да, коллеги, извините, включался. Изобретение Некрасова основывалось не только на синхронной дискурсивной раскладке поэтических текстов о войне, которую он, как поэт, надполагать остро чувствовал. Внимая ужасом войны, также перерабатывала активно складывающуюся севастопольскую мифологию и повседневные нелитературные практики восприятия войны. Чтобы это показать, нам нужно остранить отдельные элементы текста. В остранении настоятельно нуждается уже первое слово. Столичный гражданский человек мог только внимать в войне, собирая ее образ из зачастую труднодоступных и противоречащих друг другу источников, требующих перевода и интерпретации. Именно такое вслушивание «Вот звуки войны» заявлено в начале стихов. Известия о смерти очередного героя будто бы подталкивают поэта к умозрительным рассуждениям о том, кого больше жаль. Эта позиция для Некрасова не слишком характерна, и потому неудивительно, что в середине текста он переключается на роль, которая ему привычнее, роль незаметного, но понимающего и чувствительного наблюдателя, свидетеля, способного предсказывать развитие событий. Такая позиция была уже хорошо освоена Некрасовым и с успехом применена им в серии сильных текстов «Тройки» 1946 года в деревне, 54-го в больнице и других удачных стихотворных сочинениях. Развитие мысли, обовнимая ужасом войны, подчиняется движению лирического героя от неудобного положения внимающего к более привычной позиции подсматривающего, от слушания, здесь Некрасов уязвим и ничем не отличается от других петербуржцев, к наблюдению, в котором поэтому нет равных. Это переключение, однако, продиктовано не только некрасовскими поэтическими привычками. Глагол «подсмотрел» требует дополнительных пояснений. «Материнские слезы» в тексте Некрасова есть нечто такое, что само по себе не бросается в глаза, скрыто от постороннего взгляда и требует зрительного усилия. По крайней мере, чтобы их увидеть, необходимо смотреть не туда, куда смотрят другие. Ситуация, в рамках которой взгляд общества направлен в одну сторону, а попытки посмотреть в другую затруднены или купированы, конечно, актуализирует театральную метафорику. Выражение «театр военных действий», как показано в недавнем, по-моему, довольно удачном исследовании Марины Сергеевны Федотовой, в первой половине XIX века было в меньшей степени метафорой, чем сейчас. На войну можно было действительно поехать в качестве зрителя. Места для аудитории, как предусматривались, самими законами классической войны. Для генерального сражения идеально подходило большое поле с возвышенностями по краям, с которых за ходом сражения могли наблюдать не только генералы, но и любители высоких зрелищ. Окреслости Севастополя в 1854-55 годах стали местом притяжения многочисленных военных туристов из Франции и Великобритании. В русской севастопольской мемористике также закрепился образ туриста, молодого офицера, рвущегося в эпицентр военных событий и обнаруживающего совсем не то, к чему он готовился. Даже севастопольские рассказы Толстого при всем их новаторстве отражают ту же тенденцию. Толстой, показывая грязную, непарадную сторону войны, предлагает своему читателю под новым углом зрения посмотреть на всю ту же сцену театра военных действий. Сама позиция норатора в первом очерке «Севастополь. Декабрь месяца» удивительным образом напоминает позицию экскурсовода. Театральная модальность восприятия войны позволяет реконструировать утраченные смысловые контексты стихотворения, внимая ужасом войны. Выбранная некрасовым оптическая позиция, вне зависимости от ее наполнения, подрывала правила смотрения войны. Как и его современники, Некрасов представляет героя, само слово здесь приобретает специфический театральный оттенок, может понимать его страдания, но демонстрирует способность преодолеть инерцию направленного театрального зрения и посмотреть не туда, куда требует сама архитектура театра, а туда, куда смотреть не принято, в сал. В этом жесте действительно есть нечто от подсматривания за зрителями, напряженное внимание которых обращено к театру военных действий. Эти зрители не замечают и не предполагают внешнего взгляда, а потому фиксация их эмоций вызывает эффект вторжения в личное пространство. Особый драматизм текста Некрасова заключается в том, что среди зрителей он находит самых уязвимых, для которых война вовсе не спектакль. Слезы матерей также могут быть связаны с севастопольским мифом, а через него и с мировой культурой. Дело в том, что осады Севастополя во многочисленных нарративах последовательно сопоставлялись с осадой Троя, со всеми вытекающими из этого сопоставления следствиями. К соответствующему сюжету прибегали обе сражающиеся стороны. Такая проекция была актуальна и для Некрасова. В заметках о журналах за июль месяц 1955 года формально в рецензии на текущую севастопольскую литературу он обратился к Гомеру. Соглашаясь с корреспондентом газеты «Таймс», сравнившим осаду Севастополя с осадой Троя, Некрасов обширно цитирует Илиаду как единственную в целом мире, как он выражается, книгу, соответствующую величию настоящих событий. Особый оцент Некрасова на возвышенные героики севастопольцев-троянцев подталкивает воспринимать слово «герой», извнимая ужасом войны, на этот раз именно в эпическом, в высоком смысле. Перспектива Илиады позволяет воспринимать в эпическом ключе и слезы матерей. Тема женской, в том числе материнской скорби, одна из важнейших у Гомера. Так Гекуба, одна из самых запоминающихся сцен в финале вместе с Андромахой и Еленой, оплакивает Гектора, своего ребенка, величайшего из героев. Надо полагать, что за трагедией вот этих некрасовских матерей стоит как образ Гекубы, так и шире всеобщий плач и стенание троянок, оплакивающих павших. Проекция Илиады, навнимая ужасом войны, и придавала трагедии современных женщин античный масштаб. Наконец, пуантое стихотворение «Как не поднять плакучий иви своих поникнувших ветвей» также может восходить к греческому эпосу. Хотя фигура параллелизма относится к традиционным и повсеместно распространенным, гомеровская перспектива позволяет взглянуть на нее иначе. Как тонко уловил в известном критическом очерке 1942 года Константин Аксаков, для Гомера сравнение было не просто риторическим украшением, а фигурой, отражавшей фундаментальное представление об устройстве мира. Сравнивая большое и малое, земное и божественное, человеческое и природное, Гомер утверждал единство наблюдаемого мира, подверженного тем же законом. Сопоставление в этом мире могло использоваться для катарсического снятия аффекта. Смерть героя, страдания матери или друга могут быть восприняты как правильные, закономерные, потому что составляют часть этого мира и находятся в соответствии в других его частях. Аксаков противопоставлял Гомера современным романам и повестям, в которых мир потерял единство и был раздроблен на частные истории. В сетованиях Некрасова критика о несовершенстве современной литературы о Севастополе видится сходная интенция, тоска по такой литературной форме, которая отразила бы всю грандиозность событий. Следует ли в таком случае удивляться, что взгляд Некрасова упал на тот же выставляющий пример? Если воспринимать финальное сравнение матерей с пухучими ивами в специфическом гомеровском ключе, то в нем можно разглядеть попытку смягчить трагедию. Родная аналогия в определенном смысле не находила точную и эффектную визуальную метафору, а придавала материнскому борю неизбежную естественность. Сборка Илиады, обнимая ужасы войны, как мы видим, приводит к еще одной критивной возможности. Она позволяет видеть стихотворение и попытку совместить две дискурсивные конструкции, модерную и архаичную. Если первая видит в войне только ужасы и трагедию, то вторая ее героизирует и в какой-то степени нормализует. Стык этих интенций ощущается, когда мы обращаемся к журнальной рецензии Некрасова и на ее основе реконструируем авторское сознание. Эта амбивалентная конструкция позволяет объяснить, почему автор, внимая ужасы войны, еще недавно рвался в Севастополь, а годом ранее написал ультрапатриотическое стихотворение 14 июня 1854 года. Вместе с тем, новации текста на фоне других поэтических дискурсов были настолько ярки, что полностью оккупировали прочтение шедевра Некрасова на фоне Илиады. Упрощая, можно сказать, что оно было актуальным для автора, но оказалось совершенно ненужным для аудитории. Разыгранных в стихотворении морфологических перестановок, оптических смещений и дискурсивных сдвигов оказалось достаточно, чтобы стихотворение, внимая ужасом войны, стало важнейшим гражданским свидетельством о случившейся катастрофе. Хотя для современного читателя пацифистский пафос русской литературы представляется общим местом, надо подчеркнуть, что некрасовское открытие нового субъекта военного времени было сделано до расцвета пацифистской прозы. Это позволяет Некрасову претендовать на роль одного из первооткрывателей и ненасилия да и отвращения к войне как таковой. Идея, что в войне полем боя оказывается и гражданское общество будет вскоре предложено в войне и мире, хотя и отсюда, еще очень далеко, до тотального пацифизма позднего Толстого. Спасибо большое. Спасибо большое докладчикам, что уложились в регламент. Если у кого есть что спросить, то, пожалуйста, можно еще пару минут на вопросы потратить. Есть у кого что спросить? Есть. Сергей Дмитриевич, можно? Да-да-да, конечно. Это Полтавцева Наталья Георгиевна. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить за блистательный доклад его авторов, а во-вторых, спросить, можно ли предположить дальнейшее развитие метафоры театра военных действий у Толстого в сочетании с метафорой анатомический театр? И можно ли предположить, что, скажем, от анализа через подобную метафору темы войны в более поздние прозы модерности у того же Чехова это перейдет в дискурсивность просто нового типа? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, Наталья Георгиевна. Мне кажется, да, это очень глубокое замечание про совмещение театра военных действий анатомического театра в связи с Толстым именно севастопольскими рассказами об этом писалось сейчас в улице с головы исследований, на которые мы ссылаемся. В общем, да, это есть, и действительно, я думаю, что, ну, конечно, Толстой реформатор здесь военного. Безусловно. Спасибо. Можно? У меня есть добавление, что обычно, когда говорят о толстовском остранении, в первую очередь, вспоминают два эпизода, да, Пьера на поле Бородинского сражения и Наташа Ростова в театре. Вот, как ни странно, в терминах, в терминах именно 1812 года и этой эпохи, да, не так уж это сильно отстоящее друг от друга зрелище. Конструктивно, я имею в виду, естественно, не содержательно, а конструктивно. Спасибо. А можно еще вопрос, Сергей? Да, да, конечно, конечно. Мне просто хотелось бы полюбопытствовать, откуда такая высокая традиция комментарий, что это за школа, вот место вашей локации, где? Мы не в изгнании, мы в послании. Я бы вот так это отмечал. Но все-таки, все-таки можно назвать? Андрей Сергеевич из МГУ. Я из Вышкина, сейчас в Италии. Да, очень хорошо, просто эффективно. Спасибо. А вот еще два вопроса, Сергей Дмитриевич. Да, 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 конечно, конечно. Хорошо, давайте. Так нет, а вот... Вера Аркадина или кто хочет? Не я, не я, я просто вижу две поднятые замечательные. В каком порядке, не знаю. Можно я быстро спрашиваю, пожалуйста? Да. Да, большое спасибо, коллеги. Очень интересно. А можно уточнить вот всю предшествующую традицию, условно говоря, военно-патриотической лирики от адической до, скажем, текстов, объединенных в собрании стихотворений, посвященных незабвенному 12-му году? Вы отводите, как нерелевантную для рассматриваемого текста, верно? Ну, не очень релевантно, да, Актина Дуаденовна. Понятно, что это можно углублять и, наверное, что-то всплывет, но в целом, да, мы, конечно, когда говорим о первой 12-м годе, скорее, какие-то выбросовых самых канонических текстов. Я увидела Жуковского, да, это понятно. Ну, там ведь тоже, условно говоря, совсем нет лирического «я», там есть лирическое «мы». Потому что этот певец, он бесконечно вещает от всех, да? Ну, с певцом, да, нам кажется, что конкретно с певцом, просто не было времени об этом говорить, нам кажется, это такой подтип, да, потому что это действительно такое хитрое свидетельство, есть певец, находится в восстании, и как-то вдохновляет и, да, райтников и прочее, но субъект, как бы, «я» нет, но есть нарративная инстанция, да, и она как бы тоже следом находится среди воинов, да, то есть, это такое ответвление, тоже очень влиятельное и важное, но здесь для наших украинцев очень воспринимано. Окей, спасибо. Кто еще? Еще кто-то хотел? Да, Лада Панова, спасибо за очень интересный доклад и замечательную классификацию. У меня один такой быстрый вопрос и одно соображение на полях. Вопрос по поводу текста Некрасова, а вы рассматриваете такую риторику сужения, которая, как бы, работает на гоманистический пафос, что берется не вообще, там, не знаю, гора трупов, а одна жертва, что берется не вообще, там, матери, а, не знаю, матерей там несколько, но все-таки там происходит такое сужение от матерей на... Сначала появляется матери, а потом появляется фокус на слезах, потом появляется ива, а потом появляются ее ветви. То есть, для Некрасова очень важно вот это малое, не какое-то большое, не вообще там весь театр военных действий, а вот именно малое. Это, значит, вопрос, а соображение на полях это, что, конечно, поздний Толстой был гуманистом, пацифистом и так далее, но когда мы читаем Хаджи Мурату, то там очень даже сильный военный пафос, и более того, как пишут исследователи, вот вся линия Хаджи Мурата сделана по-гомеровски, там, не знаю, Хаджи Мурат поет песни, и они как-то, в общем, держатся такого духа, слово, буквы, духа Гомера. Спасибо. Спасибо большое, Геннадий. Да, вы знаете, ну, понятно, что с Толстым вообще не все так однозначно, как сейчас говорят, но тем не менее, да, я согласен, что Хаджи Мурат тоже немножко особняком стоит, а что касается сужения, но специально мы, видите, это не акцентировали, но, конечно, это укладывается в эту, как сказать, классификацию, да, что типы поэтик внутри дискурсов действительно, да, не красава сделает акцент на частном, да, как свидетелю, да, свидетель не может, свидетель, ну, может быть, грандиозность, но это уже некоторая такая, да, дополненная грандиозность и очень много судеб, но это уже какая-то другая, сужение есть, спасибо, да, за проницательное дополнение, единственное, мы не нашли разгадки вот мультипликации именно матерей, да, потому что это немножко странно, что это именно слезы матерей и они мультиплицированы, но, может быть, еще что-то, Андрей Сергеевич. Я хотел сказать, что, конечно, эта логика сужения, значит, всего вообще в этом тексте, она, конечно, она просто продиктована самой неративной стратегией, если вы хотите сказать, вы предлагаете такого вненаходимого субъекта, который может говорить как бы об истории и о больших движениях там народов, не знаю, судеб и так далее. Армии. Это одна история. Когда вы хотите говорить о персональном опыте, вот сам этот тип, некая половина той таблицы, которую вы указываете, предполагает, что вы будете сужать то, что вы можете увидеть, то, что вы непосредственно можете в опыте, так сказать, руками, глазами, еще чем-то подробовать. хорошо, спасибо. Из соображений гуманности я все-таки предлагаю завершить вот эту, так сказать, эту часть нашей конференции. И я напоминаю, что в 7 часов, то есть через 20 минут, начнется следующая сессия. Так что я благодарю еще раз всех докладчиков и всех вопрошавших и отвечавших. и встретимся в 7 часов, через 20 минут. Спасибо. А я приношу извинения за такие макабровые картинки тех, кто ели чай, шоколад и кофе. Теперь мы можем их стереть из памяти. Спасибо.